Всебелорусское народное собрание по своей сути стабилизатор общества на всех этапах его развития. Именно в этом его главная суть. Новый статус конституционный лишь подчеркивает данное утверждение. И это понимают белорусы. Поэтому, следя за ходом народного славянского веча, каждый чувствует свою ответственность за все происходящее. Это очень важный шаг в системе народовластия, потому что Всебелорусское народное собрание еще больше укрепляет этот институт в нашем государстве. Хотелось бы отметить, что среди делегатов ВНС нынешнего седьмого созыва достаточно большое число молодежи. А ведь это на самом деле имеет огромное значение, когда наше молодое поколение, активное поколение, те люди, которые задействованы, очень масштабно представлены в реальном секторе экономики, эта студенческая и учащаяся рабочая молодежь имеет возможность еще больше, еще теснее, еще более продуктивное взаимодействие с органами нашей власти. Донести, что их волнует, что их интересует, предложить свои новые, свежие, инновационные идеи и проекты. Безусловно, наше руководство, президент Республики Беларусь, всегда очень активно приветствует и смотрит на любую инициативу, чтобы были сходящую от молодежи. В каждом коллективе, на предприятии или в учебных заведениях люди напряженно, волнительно, эмоционально реагируют на выступления президента страны, понимая, что время выбрало нас, и именно такой слоган у сегодняшнего форума. Одно из главных заявлений Александра Лукашенко – высший орган народовластия должен утвердить концепцию национальной безопасности и военную доктрину. Это особенно понятно и близко защитникам границ. Погрангруппе имени Держинского вслушивались в каждое слово. Изменения, которые мы ранее поддержали в ходе проведения референдума, наделили Всебелорусско-народное собрание большими полномочиями. Сейчас впервые высший орган народовластия будет утверждать военную доктрину и концепцию национальной безопасности. И для органов пограничной службы, которые выполняют задачи по предназначению и обеспечению пограничной безопасности и защите священных рубежей нашей Родины – это немаловажно. А все вызовы и угрозы, которые заострил внимание наш президент Александр Лукашенко, мы можем дать достойный ответ. Среди делегатов собрания – лидеры Беларуси, депутаты местных советов, представители гражданского общества, парламентарии. Немало и молодых людей, тех, кому жить и строить дальше суверенную Беларусь. И очень важно, чтобы именно у молодежи было единое понимание национальной стратегии, которую принимают избранные делегаты Всебелорусского народного собрания. И важно отметить, что у них, нынешнего поколения, это понимание есть. Это действительно очень интересное событие в политической жизни нашей страны, особенно в условиях геополитической нестабильности. Этот орган народовластия, он позволяет обеспечить мир, процветание, а также создать определенные тренды внутренней, а также внешней политики. Мне, как студенту специальности «История и политология», это, безусловно, интересно с академической точки зрения. То есть то, как принимаются политические решения, и то, какие последствия они будут иметь в глобальной перспективе. Это мероприятие для студентов очень важно, потому что мы мало что понимаем пока что в политике. Мы еще юные, и нам нужно еще объяснять многое. Поэтому для меня это очень большая возможность послушать будущее нашей страны, как сделать нашу страну еще лучше, и, может, в будущем кто-то из наших студентов также станет делегатом и будет работать на процветание страны. На самом деле я гражданка Украины, поэтому для меня очень важно, чтобы в стране было мирное небо. Я уже долгое время живу в Республике Беларусь, и хочется сказать спасибо всем, кто старается на ее благо, потому что на печальном опыте моей родной страны могу сказать, что очень больно, когда в стране идет война. Сегодняшнее собрание, я ожидаю от него, что действительно будут выполнены поставленные задачи, это формирование самого собрания, его президиума, органов, которые будут осуществлять принятые решения. Ну и, конечно же, должны быть приняты концепции национальной безопасности, и, в принципе, оговорены и уточнены вопросы, которые сегодня возникают в обществе. И на запросы общества, я думаю, национальное собрание должно ответить, и оно ответит. Студентам, конечно, действительно нужно понимать, что происходит на сегодняшний день в государстве, знать повестку данных предприятий, для того, чтобы для них не смогли, так сказать, влиять, в том числе и западные агенты. И в том числе они сами понимали, к чему идет наше государство, куда оно движется, и как они смогут себя проявить в этом государстве. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко избран председателем 7-го Всебелорусского народного собрания. Соответствующие итоги тайного голосования на заседании 24 апреля озвучила председатель счетной комиссии ВНС, председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.